Может быть, здесь время новых возможностей? Любую экономику можно уничтожить, даже сырьевую. Сейчас в бюджете заложены большие траты на безопасность власти и на оборону. Проблем нет, проблем нет, проблем нет, проблем нет. Будет меньше тратиться на медицину, на социальную сферу, на науку. Может быть, ничего не будет тратиться на такие глупости. Есть ли какие-то положительные стороны для нашей экономики? Уезжают лучшие специалисты во всех областях. Вам нужно перепридумать все достижения человечества. А после потери примерно 3 миллионов человек в эмиграции сейчас и неизвестно сколько погибших и раненых на фронте, с этим будет еще хуже. Единственный придуманный пропагандистами выигрыш от российско-европейского кризиса для штатов, например, состоит в том, что они больше продают газа в Европу. Об этом не стоит говорить. Америка ради этого бы не стала вставать со стула. Даже Китаю это невыгодно. Это будет очень грустная экономика. Никакой пользы от подобных мероприятий для экономики не существует. Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин. И сегодня у нас совершенно особенный гость Андрей Мовчан. Все потому, что он стал первым героем программы Forbes Digest в 2019 году. Тогда я хотел поместить его в наш развлекательный формат и, по мнению Андрея Андреевича, задавал легковесные и глупые вопросы. Он проехался по нам постом в Фейсбуке, который вызвал волну хейта в нашу сторону, но в то же время и волну хайпа, за что ему огромное спасибо. Времена изменились. Я сохраняю улыбку на лице, но сегодня наш разговор будет предельно серьезным. Интересно, что после него в своих соцсетях напишет Мовчан. Погнали! Не парцы! Андрей Мовчан – экономист, финансист, специалист по инвестициям, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Сфера деятельности – управление средствами состоятельных частных лиц на мировых финансовых рынках, консультирование по вопросам управления благосостоянием, независимая оценка инвестиционных портфелей. В 2020 году покинул Россию и вместе с семьей переехал в Лондон, о чем сообщил на своей странице в Фейсбук. Не парцы! Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день! Андрей Андреевич, скажите, вот эти цифры, которые мы видим в СМИ об уехавших россиянах, кто-то говорит 300 тысяч, кто-то говорит 700 тысяч, действительно ли это большой удар для российской экономики? Или, например, присоединенные территории, которые там дадут условно 8 миллионов, как пишут тоже в разных источниках, компенсируют это или нет? Это же вопрос очень сложный и многоплановый. Что именно мы хотим компенсировать и что такое удар по экономике? Здесь же очень простое рассуждение. Люди все разные. Люди дают совершенно разную добавленную стоимость. Очень многие люди, и это не секрет, в любом государстве это обязательство, а не актив. Они дают отрицательную добавленную стоимость. Те люди, которые сейчас уезжали, они в целом скорее дают большую добавленную стоимость, чем в среднем по стране. Это в первую очередь молодые мужчины, работоспособные. Это в первую очередь люди с более высоким образованием, люди из городских агломераций, люди, у которых есть свой взгляд на политику. Значит, они, скорее всего, более подготовлены к тому, чтобы в этом мире функционировать независимо и создавать стоимость. То есть сказать уехало, скажем, 300 тысяч человек, это полпроцента от трудовых ресурсов, это не неправильная оценка ущерба. Ущерб может быть в десятки раз больше с точки зрения трудовых ресурсов, исходя из того, какую стоимость эти люди создают для страны. Оценить его я, конечно, не могу, и вы не можете. У нас нет статистики по тому, кто уехал. Я вижу по своей среде, я вижу по тому, как уезжают люди из столиц, как уезжают бизнесмены, как уезжают топ-менеджеры, как уезжают врачи, как уезжают ученые. Там это лавинообразный процесс. Уезжают лучшие специалисты во всех областях, уезжают там, не знаю, уехал лучший кардиолог Москвы, уехал лучший гинеколог Москвы, уехали специалисты крупные по химии, уехали физики очень крупные из Москвы. Я сейчас вижу просто поток, который идет резюме, скажем, по бизнесу. У меня проходит, поскольку мы тоже нанимаем людей, и из банков, из финансовых компаний, из логистических компаний, из производственных компаний, то уезжает топ-менеджмент достаточно много. Очень серьезные, сильные люди с очень серьезной биографией внутри России, которые построили много для России. И в этом смысле, конечно, ущерб прямой, даже не косвенный ущерб, прямой ущерб от того, что уезжают люди высокие. Еще раз, какой, я в цифрах вам, конечно, близко не скажу. Это невозможно. А когда вы говорите про замещение, ну, понимаете, что же сложно оценить? Если на тех территориях, которые теоретически, возможно, будут присоединены к России, находятся крупнейшие предприятия, хабы IT, крупнейшие госпитали, работают серьезные ученые, которые признаны в мире, есть предпринимательские кластеры с очень высокой добавленной стоимостью, тогда можно говорить о замещении. Если это не так, то тогда, конечно, никого замещения не произойдет. Есть ли какие-то положительные стороны для нашей экономики в этом кризисе? Положительные стороны для экономики? Я боюсь, что мне сложно будет их найти. Есть принятый нарратив в экономике как науке, что война может являться двигателем инновации. Но, во-первых, мы имеем дело не с войной, как нам тщательно объясняют в России, а с значительно более ограниченной операцией, что на самом деле правда. Действительно, мы имеем дело с ограниченной операцией, и эта ограниченная операция не задействует такого объема ресурсов и не является настолько конкурентной, как большая война, чтобы породить этот поток инноваций. Для этого нужно всю страну перестраивать определенным образом. Этого явно не происходит в стране. Поэтому вряд ли здесь может быть инновационный толчок какой-то. А в остальном война – это, конечно, уничтожение экономической деятельности по самым разным направлениям. И спецоперации – это тоже уничтожение экономической деятельности. От просто уничтожения физических объектов, произведенных для оборонно-промышленного комплекса, уничтожения людей и уничтожения связей между людьми, до резкого сокращения инвестиционного потока, сокращения горизонта планирования, до стресса в масштабе всей страны, экономического стресса в первую очередь. Люди перестают думать о том, как, скажем, заработать завтра, или как произвести товары, или как более эффективно работать. Люди начинают думать о том, как не попасть на фронт, как выжить, как сэкономить. Резко падает спрос, резко падает предложение, естественно, тоже. Мы видели дефляцию до мобилизации, которая свидетельствовала о том, что спрос падал быстрее предложения. Но теперь в стране инфляция, значит, предложение тоже начало падать след за спросом, достаточно активно. В общем, нет, я думаю, что никакой пользы от подобных мероприятий для экономики не существует. Андрей Андреевич, а вот с учетом дополнительных трат, насколько хватит российского бюджета? А я, честно говоря, вообще не вижу, почему его должно на сколько-то не хватить. Российский бюджет, но он будет сводиться с дефицитом в какой-то момент. Дефицит будет покрываться, скажем, эмиссией, внутренним займом. Сейчас у него нет проблем, у российского дефицита. Это не ситуация, там, Зимбабве, это не ситуация краха государства. Да, там будет меньше тратиться на медицину, на социальную сферу, на науку, может быть, ничего не будет тратиться на такие глупости. Сейчас в бюджете заложены большие траты на безопасность власти, на security, так называемый, и на оборону. Ну, окей. Да, так сказать, этот бюджет вполне питается доходами от нефти и возможностью собирать налоги. Есть достаточное пространство, на мой взгляд, по сокращению социальной сферы. Российское население, оно показывает, что оно очень эластично в этом смысле. Готово принимать ухудшение ситуации без серьезного изменения отношения к власти. Ну, этим будут пользоваться. То есть, нет, я думаю, что здесь нет бюджетных проблем на сегодня. Насколько быстро мы проедим ФНБ, фонд национального благосостояния? Насколько я знаю, он уже используется. Я не очень понимаю этот интерес. Вот в стране, в которой существуют действительно реальные, разные ветви власти, скажем, да, и есть какие-то отдельные фонды, которые могут отдельно использоваться на какие-то определенные нужды, можно беспокоиться о том, что вот сейчас проедим этот фонд, и тогда мы не сможем финансировать вот это. А в России же такого нет. В России все деньги используются Кремлем, как они считают нужным. Надо взять из ФНБ, на что-то, значит, возьмут из ФНБ, надо доложить туда, значит, доложат. Поэтому речь идет о разных карманах одного пиджака. Ну, они проедят ФНБ, значит, что-то еще будет. Они сегодня, они складывают там дополнительные доходы от продажи углеводородов в одно место, завтра будут другое складывать. Надо будет им еще денег, они напечатают, значит, увеличат инфляцию, потратят. Вопрос нужно не в этом месте смотреть. Нужно смотреть там, где есть реальный процесс. А реальный процесс – это объем получаемых налогов, который зависит там на 50% от доходов от продажи углеводородов. Ну, вот там, так сказать, пока там все терпимо, пока фактически мы сейчас… Ну, Россия продает там, условно говоря, на 20% меньше и на 20% дешевле, чем рыночные цены. Да, то есть, условно говоря, там, не знаю, три четверти от потенциала она получает. Да, а поскольку цены выше сильно, чем, так сказать, критические, да, то она вполне, там, российский бюджет вполне достаточно получает средств. Да, и в этом смысле, что в ФНБ, что не в ФНБ, что там отсюда куда взяли, куда положили, совершенно не важно. Долго ли еще продержится там российская сырьевая экономика? Ну, это зависит в первую очередь, на мой взгляд, от ошибок, которые могут совершить российские власти. Потому что любую экономику можно уничтожить, даже сырьевую. И то, что делается вот в 22-м году, это очень сильные удары по этой экономике, конечно. Там, какой бы ни у вас ни был, так сказать, прочный сейф, все равно найдется кувалда, которая сможет его разрушить. Если таких фатальных ошибок делаться не будет, то, в общем, достаточно долго. Потому что углеводороды нужны миру. И их нужно миру много, и будет нужно много долго. При всех переходах на альтернативные источники энергии все равно доля углеводородов в мировом энергобалансе будет очень высокой много лет. Я думаю, что лет 15-20 говорить о революционных изменениях не приходится. Там об этом можно много говорить. Почему? Это тема отдельных разговоров. В основном это связано с тем, что мир очень плохо умеет запасать электроэнергию. Фактически это невозможно. Вы можете ее производить и использовать, но запасать вы ее не умеете. И в этом смысле Россия, если она будет нормально встроена в мировую систему производства и потребления, то она, конечно, на ресурсах, на углеводородах в первую очередь сможет очень долго существовать. Прилично. Плюс к тому Россия продает другие ресурсы. Они, правда, не настолько значимы, но они все равно добавляют копилку. То есть, в общем, кроме проблем собственной власти, России ничего бы не мешало еще одно поколение точно так существовать. То есть, все разговоры про электромобили или сланцевый газ через Португалию это еще очень рано, да? Ну, смотрите, электромобиль это как бы ни при чем. Электромобиль, он просто потребляет электроэнергию. А что производит эту электроэнергию? Это совершенно отдельный вопрос. Сланцевый газ – это тоже вид газа. И его ограниченный объем. И понятно, что там, скажем, газ может дешеветь, например, потому что больше газа производится. И сейчас газ дорожает не потому, что потребность в нем выросла. Наоборот, потребность немножко падает. А потому, что значительно меньше на рынок попадает газ из-за известных событий. Но так или иначе, в целом, мир продолжает нуждаться в углеводородах. И здесь надо же не забывать еще один момент. Мир очень неравномерно развит с точки зрения потребления углеводородов. И к, там, скажем, двум миллиардам людей, которые их потребляют, как в Европе и в Штатах, должны быстро добавиться два-три миллиарда, которые станут их так потреблять в течение этого поколения. А потом и еще там три миллиарда, которые сейчас почти не потребляют. Рост спроса на энергию огромный в связи с движением к выравниванию уровня жизни в разных регионах. И перед тем, как задавать себе вопрос, как мы будем потреблять меньше газа в Европе, надо задать себе вопрос, как мы будем потреблять меньше газа в Антокитая. Потому что там они отстают от Европы на 50 лет. И понятно, что здесь в Европе мы можем сэкономить сколько-то, а там мы будем наращивать, а в Африке мы будем наращивать, а в Лижнем Востоке будем наращивать. Латинской Америке будем наращивать все равно. Поэтому в этом смысле еще очень мы далеки от того, чтобы начать кардинально сокращать потребление углеводородов. То есть Индия, Китай, Африка это для нас новые большие рынки? Ну это не для нас новые большие рынки, это просто большие рынки, которые растут. Мы при этом можем весь газ хоть в Европу поставлять, неважно, да, это же есть мировое перераспределение ресурсов. Здесь важно просто, что общий совокупный мировой спрос на углеводороды вряд ли будет сокращаться в сроке жизни ближайшего поколения. Иногда слышу такую точку зрения, что ну зато сейчас начнем заниматься внутренним производством, создавать новые внутренние продукты, займемся своей страной и вообще заживем без западных брендов совсем своим. Что вы думаете по этому поводу? Ну де-факто так потихоньку происходит в разных областях, да, но в перспективе вам нужно перепридумать все достижения человечества обратно, да, к себе. Во-первых, это очень сложный процесс, для этого у вас должна быть технологическая школа, у вас должно быть очень много специалистов, которые этим заняты, которые это умеют делать, которые могут это. В России это по факту не так, в России жесточайший дефицит даже инженеров. А после потери там примерно трех миллионов человек в эмиграции сейчас и неизвестно сколько там, скажем, погибших и раненых на фронте, с этим будет еще хуже. Во-вторых, все-таки ни одной стране мира на сегодня не удается создавать современные технические, там скажем, товары, да, и приборы, и современные системы сервиса без международной кооперации. Этого не делает никто. Ни Китай, ни США, ни Южная Африка, да, ни Германия. Это физически невозможно в масштабах страны, даже страны, в которой там, скажем, 350 миллионов живет, как в Штатах, или полтора миллиарда, как в Китае. То есть, наверное, теоретически это было бы возможно, но это оказывается очень дорого и медленно и плохо. И в этом смысле Россия, в которой всего 140 миллионов населения, и это население достаточно слабое с точки зрения возможностей производить, это однозначно не удастся. Здесь мы либо сможем китаизировать экономику, да, то есть, так сказать, брать китайские товары и системы сервиса, и программные продукты, и так далее, и как-то их немножко адаптировать внутри себя, но тогда мы просто становимся провинцией Китая, де-факто. Либо нам надо все равно кооперировать с миром. Даже если мы хотим больше внутри себя производить, нам все равно придется кооперировать с миром с точки зрения РНД, с точки зрения производства запчастей, сервиса, и начинки программной, и так далее, и так далее, и так далее. Никуда не денемся. Вот, поэтому идея, что мы построим суверенный глобус, да, у себя, она не работает. Это будет архаичная, отсталая, примитивная экономика. Продукция ее будет напоминать продукцию советских заводов в 70-е годы. И то Советский Союз был больше в, почти в два раза с точки зрения населения, и плюс на него работала еще вся Восточная Европа и много других дружественных стран. Да, а Россия намного меньше, и потенциал меньше, и отставание технологическое намного больше, чем было тогда у Советского Союза от мира, просто потому, что это было до технологического рывка. Поэтому нет, конечно, это будет очень грустная экономика, если идти по такому пути. она будет безусловно функционировать, она безусловно будет удовлетворять нужды населения в том или ином виде. Но, разумеется, это не будет ничего, что могло бы радовать население с точки зрения качества и товаров, и услуг. А что будет с российским малым бизнесом? Может быть, здесь время новых возможностей? Я не очень вообще понимаю эту логику новых возможностей. Какие у вас новые возможности, когда вы не знаете, что завтра будет? Вы не понимаете, призовут ли вашего сотрудника завтра в армию, отправят ли вашу сотрудницу на трудовую повинность на оборонный завод, посадят ли вас за то, что вы не то слово написали в Фейсбуке. Какие возможности? У вас горизонт планирования какого размера сейчас? Несколько часов? Я думаю, что никакого развития именно поэтому не будет. Хотя малый бизнес это вообще вещь в государстве обычно очень устойчивая, потому что ваши соседи хлеб все равно покупают. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Но если вы печете хлеб, у вас есть более-менее устойчивый спрос. Если вы, не знаю, чините трактора, то все равно на ближайших полях трактора нужны. И вы все равно будете их чинить. В этом смысле я думаю, что процесс сокращения малого бизнеса будет идти так же, как шел раньше. Потому что раньше он тоже шел в силу политических причин, в силу проблем с планированием в силу сложностей с регулирующими органами и так далее. А где-нибудь в каком-нибудь городе среднего размера центральной части России в общем эти внешнеполитические и просто политические, политико-экономические ситуации не очень видны. Пока, по крайней мере. Поэтому, ну что, тенденции будут те же, что были до февраля. То есть, ничего там с малым бизнесом не произойдет условно? Катастрофы нет, потому что все равно фронт работ есть, люди едят, пьют, люди там, не знаю, ходят смотреть кино, люди одеваются во что-то. Еще наоборот, наверное, будут одеваться в более дешевое китайское, а не в более дорогое европейское. Но все равно, значит, торговать надо, ритейлы работают, там ритейл-сети малого бизнеса вполне функционируют, да и среднего бизнеса вполне функционируют. С крупным бизнесом могут быть проблемы, там те же, так сказать, строительство, например, да, или, так сказать, большие сети, которые были ориентированы на более дорогие товары. Мелкий бизнес будет существовать, но в условиях большей неопределенности, в условиях, что у вас там люди пытаются уехать за рубеж больше, в условиях того, что регулирование будет жестче, в условиях того, что драка за бизнес будет больше, потому что там всей этой команде силовиков и власти нужно как-то кормиться. вот, ну как, ну малый бизнес в России в 90-х жил как-то. То есть браться за новые проекты в России это не безумие сейчас? Ну нет, по-моему, безумие абсолютно, конечно, но опять же, сказать, у кого-то нет вариантов, да, кто-то может уехать за рубеж и начать жить в нормальной стране и работать, а кто-то не может, а кто-то боится, что не может, да, у кого-то нет уверенности в себе, а у кого-то там есть возможности локальные, которые он сегодня может использовать. Те же, та же близость к власти, например, местной. И кто-то же покупает сейчас бывший Макдональдс, да, и кто-то же делает магазины на там месте бывших ритейлеров иностранных. Да, люди, во-первых, предприниматели очень часто рискуют, а сейчас еще можно будет рисковать на чужие деньги, потому что сейчас очень хотят давать кредиты же, да, потому что у банков резко сокращается объем бизнеса. Поэтому можно, так сказать, закредитоваться, на эти деньги пытаться что-то построить, не получится, ну, значит, я не виноват, да, деньги не мои. Вот, нет, нет, конечно, везде, слушайте, это, я знаю, что это неправильный, пусть меня никто не обвиняет, что я пытаюсь сравнивать напрямую, да, это неправильное сравнение напрямую, но тем не менее, в 30-е годы в Германии было очень много малого бизнеса, и это вообще была такая эпоха, как бы, ну, расцвета всяких кафе, сервисов, очень много фильмов выпускалось, очень такое сентиментальное пространство было, оно было там о любви, о развитии, о семье, параллельно концлагеря развивались, да, параллельно, так сказать, война готовилась большая, а вот тем не менее, да, то есть в этом смысле внутренняя конструкция, она очень живучая, она может даже развиваться. Многие также говорят про внутренний туризм, развитие внутреннего туризма в России, будут ли у россиян на это деньги, как вам кажется? Смотрите, внутренний бизнес, внутренняя экономика, в ней никогда нет вопроса, будет ли у людей деньги, потому что она будет адаптироваться под объемы денег, она просто там, она будет дешевле, да, если не хватает денег, так же, как вся мировая экономика, в общей массе, да, бессмысленно спрашивать, хватит ли у всего мира денег. Да, хватит, потому что просто будут столько платить, сколько есть. Поэтому внутренний туризм, конечно, есть, он, конечно, будет развиваться, он всегда был, он и в Советском Союзе был. Другой вопрос, что пока этот внутренний туризм сильно зависит от импорта, там, я не знаю, того же оборудования, скажем, да, не знаю, автобусы, в России толком нет туристических автобусов своих, мы подшипники для поездов закупаем, за границей. Когда вы оборудуете гостиницу, вы ставите иностранный телевизор, иностранную кровать, там, не знаю, систему освещения иностранную, кондиционер иностранный и так далее. Вот пока вы от этого зависите, и поскольку денег у людей будет мало, инвестиционное развитие внутреннего туризма будет очень слабо. То есть, опять потихоньку люди будут уходить в путешествие с палатками на байдарках. Ну, тоже полезно для здоровья. Да, я очень любил свое время. С 2020 года начался ипотечный бум в России. Как думаете, стоит ли ждать россиянам ипотечного кризиса? Да, в каком-то смысле, опять же, да, размер ипотеки в России все-таки не такой, чтобы государство не могло залить деньгами просто этот кризис. Но, безусловно, сейчас доходы падают. Падение доходов – это всегда проблема с ипотекой, потому что большая доля доходов отправляется на погашение. И сокращение объемов безусловно будет. Сокращение объемов строительства – это всегда проблема для девелоперов, которые, как правило, доходами от будущих проектов, так сказать, закрывают те проекты, которые они делают сейчас. То есть, когда у вас еще впереди 5 домов, которые вы еще не начали строить, но уже продаете, вы можете на эти деньги как бы финансировать строительство того, что вы уже строите. А когда вы придете к тем, у вас будет еще 5 проектов впереди, которые вы продаете. Когда у вас там впереди сокращается количество проектов, то у вас сразу возникают проблемы с ликвидностью. И параллельно банкам надо будет как-то разбираться с неплательщиками по ипотеке. Разбираться с ними легко, когда легко перепродать квартиры. А когда их сложно перепродать, то разбираться с ними намного сложнее. Поэтому, да, конечно, ну, если не кризис, то кризисные явления 100% будут. Вы вот в начале нашего разговора упомянули то, что там очень хороший кардиолог уехал из Москвы, гинеколог уехал из Москвы. А что с российской медициной будет? И почему эти люди уезжают, условно говоря? Ну, смотрите, люди уезжают из России по двум причинам, да, сейчас. Значит, до 21 сентября была одна причина, сейчас их стало две. До 21 сентября люди уезжали, потому что они больше не могли в этом находиться. Потому что их морально-этические принципы, да, настолько уже перестали совпадать с тем, что происходит в стране, что они не готовы были оставаться. После 21 сентября к ним добавилась еще группа людей, которые уезжают просто потому, что они считают, что им небезопасно в стране. Их там могут, скажем, призвать в армию, или их членов семьи могут призвать в армию. Их детей, да, они начинают смотреть на перспективу. Там у меня сыну 16, например, да, я не хочу, чтобы через два года он попал на войну. И так далее. Эти люди значительно более прагматичны. Их не волнует морально-этический аспект. Или волнуют, но не настолько сильно, чтобы за него одного уезжать. Но мораль плюс безопасность делают свое дело. Вот. И врачи в данном случае не исключение. Врачи уезжают ровно по той же причине. Они такие же люди. По поводу того, что будет с медициной, но с российской медициной и так было все не очень. Да, там в Москве был выстроен некоторый набор небольшой, хороших клиник и сервисных центров медицинских, который использовался ограниченным количеством людей, которые имели на это деньги и возможности. В Москве было несколько государственных медицинских учреждений, которые работали прилично. А за пределами вот этого круга с медициной было плохо. И даже в Москве было достаточно много клиник, в которых с медициной и с отношением врачей, и с профессионализмом и совсем было откровенно плохо. А в регионах, ну, как правило, не было даже ингредиентов для того, чтобы нормальные анализы сделать в клиниках. И сейчас, разумеется, будет еще хуже, потому что потеряны логистические связи с Европой. А Европа была большим поставщиком оборудования и материалов, и лекарств в том числе. Резко сокращается финансирование медицины, естественно, потому что перенос на оборонную безопасность и бюджет сокращается. Идут потери кадровые. Достаточно много людей уезжает. Во многих странах мира российские врачи могут сравнительно неплохо устроиться. Там Испания, например, достаточно легко принимает российских врачей. Ну, если есть еврейские корни, то Израиль принимает и переучивает. Там есть, так сказать, программа. И сейчас достаточно много людей уехало в Израиль, естественно. Я знаю врачей российских, которые приехали в Великобританию. Здесь там надо сдать два экзамена, и ты можешь работать. И этот поток будет идти дальше, потому что чем у вас хуже медицинская система, тем менее интересно в ней работать. Когда ты не можешь нормально лечить людей, то одна из твоих реакций, что я в конце концов, ну его нафиг, я уеду туда, где я могу нормально это делать. Поэтому да, конечно, ситуация в медицине будет становиться хуже. Правильно я услышал, что вот те деньги, которые государство выделяло, например, на гражданские операции людей, сейчас переброшены на операции, там, касательно СВО, и люди, которые там находятся в городах, они просто не получают лечения. Я этого просто не знаю. Вполне возможно, что это так. Это было бы логично, но у меня нет таких фактов. Возможно ли для огромной России путь Северной Кореи? Радикальные эксперты о таком говорят. Вы как считаете? Я считаю, что нынешний текущий путь России это некий гибрид между Ираном и Северной Кореей. Собственно, почему это не Иран? Потому что Иран это страна, в которой идеологическая конструкция превалирует, и жесткая идеологическая конструкция удерживает в авторитарном состоянии страну даже тогда, когда власть имеет элементы демократии. Да, ведь в Иране все-таки серьезные конкурентные выборы президента проходят. И там, так сказать, мы можем говорить о том, что вот этот президент Ирана был, скажем, более демократичным, этот менее, этот более радикальным, этот менее. Да, там кандидатуру утверждаются, так сказать, исламским комитетом, но все равно элементы низовой демократии там присутствуют, и это во многом влияет на жизнь самой страны. Сама страна в этом смысле, как-то ни странно прозвучит по отношению к Ирану, более расслабленно, вот снизу. Там, например, сейчас вот видите, возможно, там, скажем, массовые протесты, демонстрации, и они реально происходят. Там понятно, что это, скорее всего, ни к чему не приведет в моменте, но вполне возможно приведет к эволюции в дальнейшем управлении. Там с 79-го года управление проделало достаточно большой путь эволюционный, и во многом в сторону более демократичных и светских процедур. При том, что, да, там, так сказать, силовики контролируют, да, там, стражи исламской революции, это огромная бизнес-система, прежде всего, сама в себе, да, идеология, да, закрытость от мира, да, антисемитизм, да, антиамериканизм и так далее. Но все-таки в этом смысле Иран более эффективен. Северная Корея значительно менее эффективна, потому что, как страна, лишенная такого, так сказать, человеческого ресурса и лишенная идеологии, единственная их идеология это верность Чучхе, да, идеям Чучхе. Эта страна вынуждена для того, чтобы быть консолидированной, она вынуждена быть более полицейской, более жесткой. И поскольку экономических ресурсов там значительно меньше, Иран все-таки нефть и газ продают, да, у Ирана выход в Персидский залив и возможности торговые и логистические. Иран это все-таки крупная страна, которая влияет на своих соседей. Да, у Северной Кореи это не так, и поэтому это нужно замещать путем усиления жесткости режима. И там личная власть, передающаяся по наследству, крайне жесткий режим, намного жестче, чем в Иране, несравнимо. Да, и Россия все-таки как ресурсная страна в этом смысле с одной стороны скорее будет близка к Ирану, а с другой стороны полное отсутствие идеологии, да, ну всерьез же нельзя вот этот вот особый русский путь, 20 тысяч лет истории и славян, да, и так далее, назвать идеологией. Да, в это же, так сказать, никто не верит всерьез. Да, и отсутствие идеологии придется замещать более жесткой системой управления и более острой вертикалью власти. Да, здесь единоначалье значительно важнее. Вот, поэтому, да, наверное, это некий гибрид. А как проходила ваша срочная служба? Я знаю, что вы служили. Какие у вас воспоминания об этом периоде вашей жизни? Ну, это разговор на много часов, естественно. Я два года служил в российской армии, советской армии, да, еще в позднем Советском Союзе со всем времен перестройки. Конечно, с одной стороны, это было очень полезное упражнение для просто развития моего опыта и знания относительно людей и отношений между людьми, того, как выстраиваются примитивные группы, потому что, конечно, это все построено было как примитивная группа внутри, да, вот, а с другой стороны, это для страны и для меня были абсолютно выброшенные годы. Понятно, что часть наша не выполняла никаких небоевых задач, никакой нормальной подготовки не было. Уровень жизни у солдат был чудовищный, коррупция внутри была фантастическая просто. Все, что приходило в часть, было, по-моему, трижды продано до того, как появлялась часть. Солдаты ходили в основном в обносках и на фоне этого, естественно, внутри развивались свои отношения, товарные, там покупалась форма, покупались сапоги, невероятно интересная субкультура, там, скажем, сапоги надо было выглаживать утюгом, делать на них определенную форму подошвы, набивать каблуки, иначе ты был, так сказать, неблатным, да, если у тебя были простые сапоги, то, значит, тебя можно было чморить и так далее. Понятно, что там средний командный состав был пьяным всегда. Огромная проблема была в национальных разборках внутри части. То есть, в общем, там, я говорю, это вопрос романа, и, конечно, к армии это не имеет никакого отношения и к частям, которые могут вести боевые действия тоже. Вы вынесли какие-то для себя важные уроки из того опыта, которые вам подже помогли в бизнесе, в инвестициях, может быть, во взаимодействиях с людьми? В бизнесе и в инвестициях, наверное, нет, потому что это все-таки абсолютно другой тип взаимодействия с людьми. Он основан очень сильно на доверии и на профессионализм. А в реальной жизни, да, я хорошо научился общаться с так называемыми простыми людьми. Понял, как это работает, понял, как работает психология человека в примитивной группе, на что они реагируют, на что не реагируют, так сказать, что можно, что нельзя. И, в общем, потом это успешно применял в жизни. Правда, надо сказать, что в Европе это не работает вообще, здесь просто не понимают такой логики, здесь логика взаимодействия совершенно другая. А почему этого не понимают в Европе, в США, совершенно другая ментальность у людей? Ну, я думаю, что здесь есть, наверное, три очень важных составляющих. Первый фактор чисто временной, потому что все-таки социальное развитие Европы и Штатов шло несколько быстрее. И, конечно, да, когда мы видим некоторую историческую перспективу, и Штаты, и Великобритания, и Европа еще там, скажем, 50-70 лет назад, у них совершенно другая была культура и контакты, и общения, и взаимодействия. Вспомните, да, в 64-й год в Штатах еще есть сегрегация, там, 75-й год в Великобритании еще сажают за гомосексуализм, да, и так далее. Вот эта современная культура сотрудничества и отсутствия агрессии, она появилась совсем недавно. и Россия в некотором смысле просто отстает в этом развитии и отстает по понятной причине. С точки зрения экономики это вообще все просто. Есть два типа, грубо говоря, два типа экономика, два типа отношений внутри экономического комплекса. Есть так называемые генеративные и дистрибутивные. Генеративные – это когда вы все вместе что-то создаете и это используется, а дистрибутивные – это когда у вас что-то есть и вам это надо поделить. И, конечно, ресурсные страны типа Советского Союза и Россия как наследница этого они нацелены всегда на раздел. То есть у вас есть какое-то преимущество, не знаю, нефть у вас есть или права полученные от местной власти или должность или территория, которую вы заняли и обслуживаете. И дальше вопрос кто от этого сколько получит. И армия – это, конечно, среда абсолютно дистрибутивная. Для человека ничего не создает. Для него просто вопрос какой кусок мяса он получит в столовой за столом, какую штаны он получит в коптерке. Сколько он сможет поспать за счет того, что кто-то другой будет на дежурстве. Кто будет убирать казарму, а кто не будет. Это чистая дистрибуция. А дистрибутивные отношения порождают, конечно, агрессию, стремление выстроиться в иерархию, стремление попасть наверх, борьбу за место в иерархии и физическую, и ментальную, идеологическую. Надо вести себя как человек, который наверху в иерархии для того, чтобы там быть и так далее. Когда ты находишься в генеративном пространстве, Европа – это все-таки место, где очень мало природных ресурсов, плотность населения высокая, и конкуренция тем, что ты создашь, происходит. И происходило, так сказать, достаточно давно. То есть здесь тебе приходится все время объединяться. Ты один ничего не можешь создать. Ты должен объединяться в группы, в кластеры, в структуры, в национальные государства, в профессиональные союзы. Здесь бесконечное количество саморегулируемых организаций уже давно, которые как-то объединяют людей. И совершенно другие отношения. Здесь вместо того, чтобы строить иерархию, ты должен строить объединение. В основном плоские объединения, потому что каждому нужно дать возможность создавать. И это очень сильно влияет на психологию. Плюс между этими объединениями выстраиваются очень эффективные связи, потому что даже самого по себе объединения не хватает для того, что ты преуспевал. Там мало хорошо производить хлеб. Ты должен его правильно продавать. Для этого его должны покупать. А чтобы его покупали, ты должен покупать у кого-то мясо, допустим, чтобы у них были деньги на это. Я очень примитивно объясняю, но суть такая. И поэтому выстраивается огромное количество вне объединений горизонтальных связей между государствами, между цехами, условно говоря, между регионами. Поэтому здесь очень большой силой обладают местные советы, например, там муниципальные, когда у тебя, не знаю, там 10 тысяч жителей живет, да, и это почти маленькое государство, которое для каждого из этих жителей организовано так, что очень удобно взаимодействовать с другими. И, конечно, это очень сильно снижает агрессию, потому что агрессия разрушает продукт. Каждый раз, когда совершается акт агрессии, в сумме у всех продукта становится меньше. А если продукт этот очень дорог для всех, то его лучше сохранять, лучше сотрудничать. И это действительно на то, что я вижу в той же, например, Англии, как люди смотрят на отношения. Здесь, если ты, например, выстраиваешь бизнес, приходишь и начинаешь разговаривать с коллегами по цеху из других компаний, то они тратят на тебя кучу времени, они тебе все рассказывают, они подсказывают, они объясняют свои ошибки, как лучше сделать, куда пойти и так далее. В России ты приходишь попытаться поговорить с коллегами, они говорят, это наше преимущество, наша тайна, мы никому ничего не скажем, мы вот здесь работаем, значит, как это мы, так сказать, сейчас секреты свои будем раскрывать. И эти отличия, они во всех, там, во всех направлениях. Здесь налоговая служба британская присылает тебе бумажку с надписью «Спасибо за то, что вы платите налоги». Там российская налоговая еще до недавнего времени прислала бумажку с угрозами, что тебя посадят, если ты не заплатишь. Вот очень, очень хорошо видно эту разницу в отношении, в позиции, в подходе и так далее. Я не идеализирую европейское общество, здесь много своих проблем, но эта разница, она ощутима прямо вот руками, ее можно потрогать. А вот эта ментальность, она может поменяться со временем, или это вот стереотипы, которые есть вокруг России, что у нас там свой путь и все такое, это действительно правда? Она со временем меняется. Тот же пример Европы и той же Британии показывает, как она меняется. Там сто лет назад британская культура была совершенно другой. Там это парламент у них существует уже 500 лет, а вот эта культура сотрудничества появилась, может быть, всерьез последние 50. Конечно, это меняется, меняется просто потому, что меняется экономика-социальная модель. Потому что, когда тебе для того, чтобы появился продукт, необходимо сотрудничать, ты начинаешь сотрудничать, ты никуда не денешься. А пока у тебя есть некое пространство для распределения продукта, ты будешь его делить и, соответственно, конфликтовать. Конечно, поменяется. Уйдет ресурсная зависимость в России рано или поздно, она уйдет рано или поздно, это не бывает вечно, и социум будет меняться. Владимир Путин в одном из своих выступлений вспоминал мультик советский, где волк говорил «мерзни-мерзни, волчий хвост». Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то, хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, только одно, как в известной русской сказке приговаривать. Мерзни-мерзни, волчий хвост. Такой тоже личный вопрос касательно Великобритании, счетов за энергоснабжение, за электричество, за газ. Что поменялось сейчас в Англии, какие меры там правительство предпринимает? Ну да, это в мультике «Лиса» говорила, волка, который пошел ловить рыбу хвостом. Ну, смотрите, значит, счета в среднем, наверное, выросли где-то процентов на 25. Здесь есть достаточно много разных социальных мер, которые защищают людей от драматического роста счетов. Есть прямые субсидии, которые сейчас появились, есть ограничения на тарифы. Ну, прямая субсидия это расход из бюджета, ограничение на тариф это снижение прибыли компаний энергетических. Надо сказать, что энергетические компании за последние полтора года в Англии заработали огромные прибыли, потому что этот рост стоимости, он транслируется очень сильно в их кошельки. Поэтому ограничение тарифов, оно нормально проходит, компании даже не протестуют. И в конечном итоге, да, вот как я сказал, это выливается где-то в увеличение расходов домохозяйств на четверть. При этом, поскольку субсидия плоская, то есть все домохозяйства получили одинаковую субсидию в месяц. То маленькие домохозяйства, где живут люди небогатые и которые живут в маленьких квартирах, они, у них даже снизился тариф в некотором смысле, да, потому что, ну, как если ты, там, скажем, тратил, там, 200 фунтов, да, у тебя должен был тариф подняться, там, на 200, 275, а ты получил субсидию 400, да, то есть у некоторых даже кредит появился, вместо того, чтобы увеличилась стоимость. Вот, там, да, у меня, вот у меня, вот у меня, поскольку у меня, я живу в доме, да, я достаточно много плачу за электроэнергию и газ, у меня вот на 25% поднялась стоимость. Здесь, надо сказать, в Англии сейчас тарифами на электроэнергию и газ не обеспокоены, это не то, что беспокоит англичан, с этим правительство эффективно справляется. Здесь англичан беспокоят растущие ставки на фоне рецессии надвигающейся и потенциально высокая стоимость mortgage, да, ипотеки по-русски, потому что здесь уже пугают тем, что эффективная ставка ипотеки вырастет до 6%. Последний раз такое было в 80-е годы, это резко перекроит весь рынок недвижимости, потому что все небольшие дома и квартиры, там, ну, покупатели в ипотеку фактически не смогут оплачивать эту ипотеку. То есть, проблема у Англии есть, сейчас вот только что Фитч объявил, что он рейтинг, пересматривает Outlook на рейтинг на негативный, а рейтинг и так W-, да, то есть не самый великий рейтинг в Великобритании кредитный, но это все в бюджетной кредитной сфере, да, там, дефицит бюджета 8% ВВП, долг, который за 100% ВВП перешел, это все не связано с энергетикой, ну, по крайней мере, напрямую, а вот последствия ковида, конечно, остаются и будут оставаться, следующий год будет тяжелым. Последствия ковида, мне кажется, в России об этом вообще все уже забыли, забыли насовсем. Ну, понимаете, здесь же падение ВВП на 1%, это большая история, в России там падение на 7-8%, это ничего страшного, поэтому, конечно, забыли. Правильно ли я понимаю, что английскому правительству удалось нивелировать эти риски, там, касающиеся того, что цены за отопление невероятно вырастут? Ну, скажем так, и да, и нет, да, потому что, с одной стороны, чисто энергетическая составляющая для населения, действительно, вроде как под контролем, и все нормально, с другой стороны, есть еще и цены на газ и электроэнергию для промышленных предприятий, и здесь никто субсидий, естественно, не дает, потому что, вы представляете, размер этих субсидий, да, какой был бы. Сегодня вечером мы услышим прогноз по промышленному потреблению и по, скажем, необходимости или отсутствию необходимости сокращения его, а значит сокращение производства конечной продукции, а значит сокращение зарплат, да, в некотором смысле и выплат, а значит сокращение прибыли и дивидендов, да, и это косвенно может ударить по тому же самому населению, да, которое вроде бы напрямую защитили в их домах, вот, и плюс, конечно, надо понимать, что инфляция в Великобритании есть, инфляция, правда, такая мозаичная, она там почти не касается продуктов питания, но зато она касается вот расходов, скажем, на жилище, зато она касается энергетики, зато она касается транспорта, зато она касается там кучи других вещей, у нас действительно сейчас волна за бастуок, бастуют самые разные работники самых разных вещей, вот там недавно бастовали работники железных дорог, бастуют, работники метрового лондонского бастуют, это просто их хорошая традиция, когда перед выходными они добавляют себе денек выходных обычно на забастовку. Но они, конечно, бастуют не по поводу цен на электроэнергию, они бастуют в целом по поводу социальных пакетов, улучшения условий труда и так далее. Но мы сейчас, да, почти как во времена Маргарет Тэтчер, мы живем в таких перманентных забастовках то в одном, то в другом месте. У вас работы прибавилось с оттоком капитала из России? Да, причем чудовищно. Я бы сказал, что прибавилось в три раза работы. То есть если до 24 февраля мы просто спокойно управляли активами, принимали клиентов, то с 24 февраля нам, а, надо также продолжать управлять активами, принимать клиентов, б, надо решать вопрос по безумным проблемам во всех местах с инфраструктурой, потому что разные директивы принимаются в разных местах, разные идеи у разных провайдеров. После 24-го какие-то юристы вдруг отказались с нами работать, потому что у нас русский след, например, надо было искать других, да, там какие-то брокера отказывались работать, какие-то наоборот там соглашались, какие-то меняли условия в связи с этим. То есть пока мы стабилизировали инфраструктуру, прошло, не знаю, три месяца. Да, и вот там только-только там летом мы смогли сказать, что все, мы опять, так сказать, эффективно работаем и так далее. Плюс огромная проблема сейчас мост из России денежный. То есть у тебя может быть клиент, который, не знаю, живет в Европе давно, а у него гражданство европейское, ему все можно с европейской точки зрения, он не под санкциями, а его активы из России не переводятся, потому что где-то какие-то блоки. Каждый провайдер, у него свои идеи. Там Евроклир, например, да, когда в санкционных банках устанавливался запрет на операции, то санкционирующие агентства, там, британские, европейские, американские, давали там кто 30, кто 60 дней на вывод активов, например, да. А Евроклир моментально, в момент, так сказать, когда санкции появились, говорил, а я больше ничего не перевожу. Там, что там европейцы дают 60 дней, да меня это не волнует. Я вот с сегодняшнего дня ничего не перевожу и все. И огромное количество неподсанкционных активов так застревало. И до сих пор застряло, и стоит. И это тоже проблема. Нам приходилось взаимодействовать с подобными клиентами, которые, например, хотели перевезти деньги, да, а у них все встало. И встало по дороге где-нибудь, да, в банке-посреднике. Плюс третья проблема, естественно, третий пласт, это то, что сейчас происходит в мировой экономике. То есть, если еще год назад там можно было из разных инвестиций выбирать более выгодные, то сейчас фактически мы должны защищать территорию. Если ты не теряешь деньги, это уже отлично. Да, там наш, там, вот наш, там, шортгамма фонд в этом году делает, наверное, там 6% годовых для инвесторов в долларах. И это какой-то фантазмагорический успех, да, по сравнению с тем, что происходит в остальных местах, да, как US Treasuries потеряли 15% короткие с начала года. вот, и то, что нам удается, там, скажем, фонд фондов держать в нуле, там, шортгамма давать плюс, там, там, фонд, который паттерн рекогнишн занимается, вроде как он дает плюс, да, каждый месяц. Это совершенно не человеческая работа, потому что нам нужно быть очень осторожными, очень внимательными. Мы закрутили все риск-метрики и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть, ну, да, мы работаем много. Какая ситуация вокруг русского капитала сейчас в Лондоне? Хороший вопрос, потому что русский капитал, он очень разный. Есть много русского капитала, попавшего под санкции в Лондоне, как вы знаете. И действительно, и здесь, и вообще в Европе это всерьез. То есть, там, замороженные активы, арестовано недвижимое имущество, заморожены банковские счета и так далее. Есть российский капитал, с которым все в порядке, да, вот там, в том числе, перед вами ваша покорная слуга, да, у меня нет никаких проблем. Но это в основном потому, что у меня здесь право на проживание и гражданство Европы. И мне все подряд сказали, так сказать, последовательно, там, изучив кейс, как бы сказали, что там проблем нет, проблем нет, проблем нет, проблем нет. Все банки работают. Я вот там платил за дом, который я купил уже после начала, там, как надо называть, специальной военной операции, да, вот, и тоже никаких ни у кого не возникло вопросов и проблем. И таких, как я, здесь тоже очень много. Русскоязычных, выходцев из России, у которых этих проблем нет. Достаточно для отсутствия проблем иметь право на проживание. Здесь или в Европе. Британцы к этому относятся так. Здесь или в Европе, все окей. Что касается, там, третьей категории, как бы, да, это, там, не знаю, капиталы людей, у которых нет права на проживание в Британии или в Европе. Да, здесь могут быть проблемы. Здесь есть юристы, которые отказываются работать. Здесь, потому что здесь вышло постановление о том, что солисты, которые не должны работать с такими деньгами, с такими клиентами. И поэтому недвижимость, например, продать и купить сложно. Банки закрывают счета, действительно закрывают счета. Формально в Англии нет такой директивы. А в Европе директива говорит о ограничении притока денег. Но банки просто закрывают счета. Это правда. Многие там. Лойт, скажем, нет, да, там, HSBC там не очень, да, а там, конечно, Барклайс закрывает. Да, здесь это на их выбор. И это, конечно, создает проблему. Все мы помним весной разные интервью Михаила Фридмана, Петра Абина о том, что там не хватает поесть в ресторане. Действительно ли английское правительство следит серьезно за тратами русских миллиардеров? Или есть обходные пути, как в большинстве случаев? Вот этого я не знаю, да, честно говоря. Я даже не общался с тех пор ни с одним человеком под санкциями, вот таким, да, который бы жил на территории Британии, попал под санкции, и у него были проблемы с финансированием. И поэтому мне очень сложно сказать, что здесь происходит. Вообще, просто как наблюдение. Да, британская налоговая служба, и вообще, вот, так сказать, фискальный мониторинг, финансовый мониторинг, они здесь более-менее едины, да, и они работают не похоже на российскую систему. Они как бы очень расслаблены все время, да, то есть даже, там, скажем, налоговая декларация, здесь называется self-assessment form. То есть ты сам решаешь, там, что надо написать, сам решаешь, сколько надо заплатить налогов, сам это пишешь, им отправляешь, и, как правило, они не занимаются, там, проверками этого всего. Потому что в основном налоговая дисциплина очень высокая сама по себе. То есть ты можешь напридумывать 25 обходных путей, радостно все обходить, значит, делать, что ты хочешь, и так жить очень долго. Пока вдруг, по какой-то причине, у них не возникает подозрения, что что-то не так. И вот тогда они крайне эффективны в своей проверке. Они очень хорошо умеют это делать. И поэтому я думаю, что вполне возможно, что многие люди под санкциями здесь сейчас очень легко обходят эти санкции, делают, что хотят. Но это, опять же, пока этой системе не придет в голову проверить. А ответственность за обход санкций в Великобритании очень высокая. Это уголовная ответственность. И если ты обходишь эти санкции, то фактически ты нарушаешь закон, ты можешь пасть в тюрьму на достаточно долгий срок. И если ты помогаешь это делать, то же самое. Поэтому здесь все люди так боятся вообще подходить к системе. То есть лучше вообще не взаимодействовать с тем, кто оказывается под санкциями, чем как-то трактовать эти санкции и потом ошибиться в трактовке. Ну, мы помним судебное разбирательство Абрамовича и Березовского, когда судья даже ушел в отпуск, чтобы защищать Романа Абрамовича. Может быть, все-таки в английском, таком демократическом мире тоже можно договориться? Или времена изменились? Смотрите, демократический мир – это как раз про то, что договориться нельзя. В авторитарном мире ты ищешь, с кем договориться, и договариваешься. А демократический мир – это когда у тебя суд независимый, и суд выносит некоторые решения. И у нас есть прецеденты, просто наглядные, когда есть решение государственное, потом есть решение судебное, и государство выполняет судебные решения. И достаточно крупные прецеденты, и финансовые в том числе. Так что в этом смысле надо идти в суд, грубо говоря, и пытаться снять санкции. Но проблема здесь с санкциями будет заключаться в том, что поскольку их мотивировочная формулировка достаточно расплывчатая, за что санкции на Михаила Фридмана наложили, за взаимодействие и финансирование режима Путина в косвенной форме. Проблема Фридмана состоит в том, что ты же должен доказать, что это не так. А как ты докажешь, что это не так, если ты не очень понимаешь, откуда эта идея, откуда эта информация, и в чем, собственно, это финансирование состояло. Очень сложно всегда доказать, что чего-то нет. Значительно проще доказать, что что-то есть, приведя пример. Поэтому и нет сейчас этих громких судебных процессов. При этом, ну, я не могу знать этого наверняка, но здесь в эстеблишменте ходят слухи, что правительство провело беседы с крупными юридическими фирмами, предложив им не брать на себя защиту попавших под санкции. Опять же, я не утверждаю это слухи, я не знаю наверняка. Но на практике мы видим, что сейчас нет ни одной крупной юридической фирмы, которая взялась бы защищать попавших под санкции россиян. Встречаются ли вам там, может быть, по улицам релацированные российские чиновники в Лондоне? Мне в этом смысле немножко везет географически. Я живу не в Челсе, не в Белгравии, где обычно релацированные российские чиновники живут. Поэтому мне здесь в основном на улице встречаются наши инвестиционные банкиры, наши ученые, наши журналисты, наши юристы и так далее. Где-то там, конечно, чиновники наверняка ходят. И все-таки общество русскоязычных в Британии, оно тоже очень кластеризовано. Там, я не знаю, тот клуб, скажем, в котором я являюсь одним из попечителей русских, там зима, все-таки это клуб профессионалов и бизнесменов, и там ни одного чиновника нет. И это клуб людей, которые имеют однозначную позицию относительно нынешней ситуации. И мне не приходится пересекаться как бы с другими людьми в этом смысле. Но наверняка, конечно, где-то они там ходят, их достаточно много. Авария на Северном потоке. Насколько это сейчас критично? Ну, насколько я знаю, это не критично, в связи с тем, что все равно, так сказать, прокачки газа были уже достаточно символическими по этим потокам. И Европа ментально к этому была готова. И скачок цен на газ там был спекулятивный в этот момент. Там, так сказать, быстро все успокоилось. А цены на нефть, которая, ну, она относительно субститют газа, цены на нефть просто продолжали падать в этот момент. Вот. Вообще эта авария, конечно, остается загадкой. Пока не будет проведено расследование, я, например, вообще не возьмусь даже предполагать, в связи с чем это произошло и кто это сделал. Выигрывает ли от нынешнего кризиса в России, США, Европа, Китае вообще кто-нибудь? Вот есть ли бенефициар у этого всего? Мое глубокое экономическое убеждение состоит в том, что от кризиса никто никогда не выигрывает. Потому что мировая экономика уже все-таки давно, по сути своей, генеративна по структуре. И когда какое-то звено проваливается, то это чувствуют все. Есть достаточно много известных экономических теорий, также, так сказать, Леонтьевская теория, экономической сети и так далее, которые это подтверждают. Выиграть можно от, не знаю, локальной редистрибуции, когда, не знаю, одна страна, например, перестает поставлять телевизоры, и другая страна занимает ее место и локально выигрывает с точки зрения, так сказать, объема продаж и цен на телевизоры на общем рынке. Но все эти выигрыши, они ничтожны по сравнению с тем, как проигрывает общая конструкция в случае кризиса в одном из мест. Рутся связи, теряются инвестиции, меняется логистика, в том числе себестоимость логистики растет в каких-то регионах, да и так далее. Единственный придуманный пропагандистами выигрыш от российско-европейского кризиса для Штатов, например, состоит в том, что они больше продают газа в Европу. Но они действительно больше продают газа в Европу, но изменение объема настолько в рамках американской экономики ничтожно, что об этом не стоит говорить. Америка ради этого бы не стала вставать со стула. Что такое? Они зарабатывают, я не знаю, на 20-30 миллиардов долларов больше на фоне своей экономики в 21 триллион долларов. Там, ну, как бы это неинтересно. То, что делает Америка на государственном уровне, оно измеряется сотнями миллиардов, триллионами. Это перспективно должно быть на много лет вперед. А здесь это событие очень краткосрочное. И, ну, сколько, год, два, три оно будет продолжаться. И на этом фоне рецессия Европы резко повышает стоимость доллара. И повышение стоимости доллара бьет по экспортным возможностям Америки сразу сходу. И Америка начинает терять. Америка сейчас уходит в рецессию сама по себе. И борется с инфляцией. Ну, им точно не до того, чтобы заработать аж 15-20 миллиардов долларов на поставку газа в Европу. Не те масштабы. Они тратят сотни миллиардов сейчас на помощь Украине и на митигирование проблем, связанных с дисбалансами, которые возникают. Поэтому, конечно, нет. Никому это абсолютно невыгодно. И даже Китаю это невыгодно. И мы видим, с каким раздражением лидеры и Китая, и Индии говорят сейчас об этой кризисе. Даже при том, что они получают с дисконтом сейчас, скажем, нефть и газ. Все равно эти дисконты от повышенных цен, которые возникли из-за этого кризиса. Все равно это разрывы в цепочках. Все равно это удлинение, скажем, логистики и перелетов. Все равно это необходимость как-то там уследовать санкциям и изменять свою деятельность. И никому это, конечно, не нужно. Вы назвали цифру американской экономики 21 триллион долларов. А вот какой объем экономики у России? Сейчас это очень сложно сказать, поскольку курс доллара совершенно искусственный. Но в лучшие времена российская экономика не выходила за 2 триллиона долларов. То есть это в 10 раз меньше получается? Я думаю сейчас, да, я думаю сейчас мультипликатор больше, да, но в лучшие времена это было, конечно, лучше, чем в 10 раз, потому что американская экономика растет, она была меньше. Вот где-то там 15 лет назад это соотношение было, наверное, 1 к 9, 1 к 8 даже, да. А сейчас оно, я думаю, сильно хуже, чем 1 к 10. Могут ли быть со стороны Запада введены еще какие-нибудь критические санкции в сторону России или уже все применено? Ну нет, там есть огромное количество мелочей, да, есть еще огромный объем того, что можно перестать поставлять. И, наверное, две самых существенных санкции, которые еще могут быть введены, это с одной стороны, вот так сказать, переход через потолок цен на нефть к налогу на нефть. Две еще, так сказать, лежащие в запасе, наверное, санкции, это в первую очередь переход от потолка цен на нефть к налогу на продажу российской нефти и газа, да, что более эффективная система, что позволит еще больше денег изымать из этого процесса, да. И вторая группа – это усиление вторичных санкций. То есть, например, жесткие условия для третьих стран по торговле с Россией. В принципе, и Европа, и Штаты, у них есть о чем договариваться с Китаем, если они захотят, чтобы Китай тоже перестал с Россией взаимодействовать. Понятно, что это ни нефть и ни газ, да, но, так сказать, Китай, как почти монопольный покупатель сегодня, он фактически может устанавливать цену на нефть и газ российский. Можно их зажать до себестоимости, а все остальное, например, перестать поставлять. То есть, какое-то пространство есть, но, вообще говоря, не очень понятно, зачем западные страны будут эти санкции применять. Понятно, что они никак не повлияют на военную машину, а ослабление экономики России, ослабление российских возможностей по воспроизводству военной техники, оно уже достаточное, в общем, для того, чтобы запад чувствовал себя спокойно. Очень много людей из бизнеса релансировались в Дубай. Как я понимаю, это несколько более комфортная там локация, чем тот же Лондон, особенно если есть русский след. Что вы думаете по поводу этого города и вообще Арабских Эмиратов, как экономики сейчас для русских? Я думаю, что это очень небольшая экономика, при том, что она большая как бы в дирхамах и в долларах. Она очень небольшая с точки зрения объема возможностей все-таки. Но как она в основном построена как экономика транспортного хаба, нефтедобычи и финансового центра. Финансовый центр для нас очень далек от понимания нашего, потому что он построен на своих каких-то правилах и условиях. Психология оперирования там своя, местная, восточная. И для меня, как для москвича, эта психология сложна. Я ее не очень хорошо понимаю. При том, что там, конечно, низкие налоги, особенно в особых зонах. Там открытый рынок, там очень хорошо оперировать со всем миром. Там удобная доступность транспортная, например. Там хорошо оттуда работать с Дальним Востоком, например. С Индией, с Китаем, с Индокитаем. Этот регион заточен под работу с ними. И с заливом тоже. Но, вообще говоря, места там сильно заняты. И как-то растолкать локтями и войти в это пространство не так просто. Они с удовольствием принимают твои деньги. Особенно, если ты их тратишь. И значительно сложнее там деньги зарабатывать. Жить там, ну, мне, например, было бы тяжелее, чем в Лондоне. Потому, что там все-таки жарко. Там в феврале жарко, а в июле там просто не выйдешь из дома вообще. И то, что я сейчас вижу по работе моих коллег, скажем, которые сейчас так или иначе оказались связаны с Дубаем или в Дубае, что они не очень welcome там. То есть, кто-то что-то может, кто-то какие-то счета пока открывает, кто-то как-то взаимодействует. Во многом уже это такие, так сказать, вежливые отказы и нежелание взаимодействовать. Очень много, естественно, нечестных операций. Причем идут они не от местных банкиров, не от местных бизнесменов, а от посредников в основном. Я слышал очень много про то, что судьи берут деньги за открытие счета. Счет как бы открывается, а потом закрывается через неделю. А деньги заплачены. То есть, это такие схемы по одурачиванию людей. И этого будет только больше, естественно. Потому что, когда вы попадаете в пространство, в котором вы мало понимаете, и это не английский рынок, где очень жестко определены законами все процедуры и возможности, то там, конечно, вы будете жертвой мошенников значительно легче. Но при этом, да, говорят русскоязычных, там столько же, сколько коренного населения уже. И образуются свои сообщества, и появляются компании, и кто-то даже получает лицензии. И очень много юристов там оказалось, международников российских, которые что-то делают. То есть, да, это один из хабов. Что вообще происходит с курсом? Потому что люди, которые там имеют какие-то деньги и находят способы купить валюту и купить себе что-нибудь зарубежное, они думают, вот это здорово, подешевело все. А что на самом деле происходит? Ну, здесь же все очень просто. Там падение рубля до 120, это было паническое падение, когда многие игроки, справедливо понимая, что дальше будет хуже и сложнее с валютой, пытались уйти из страны, покупая валюту. И в том числе и физические лица срочно покупали валюту и выводили из страны. Это создавало дополнительный спрос. А то, что происходит сейчас, это обратная ситуация. Рынок закрылся, и огромное большинство тех игроков, которые на этом рынке присутствовали, которые могли покупать валюту, они просто физически этого не могут. Нет ни резидентов, резко сократился импорт. Импорт упал едва ли не в два раза. А импорт требует валюты. Соответственно, импортеры перестали покупать этот объем валюты. Люди перестали ездить за рубеж и тратить деньги в туристических поездках. А еще в 2021 году это было порядка 40 миллиардов долларов за год, такие расходы. Люди перестали свободно инвестировать, потому что европейские страны, и вслед за ними очень многие страны мира перестали принимать российские деньги. Соответственно, инвестиционный вывоз капитала тоже прекратился практически. Сейчас через Казахстан, через Армению что-то выходит. Но это не те цифры, которые были раньше. А на этом фоне приток валюты сохраняется высоким, потому что продается нефть и газ по дорогим ценам. Валюта входит в страну, а дальше потребителя на эту валюту особо нет. Поэтому цена на валюту на внутреннем рынке и упала. Но здесь, конечно, можно было бы сейчас брать, скажем, рубли, покупать валюту и таким образом даже зарабатывать на арбитраже, потому что курсы внутри России и вне России отличаются на несколько рублей за доллар. Но нет моста, невозможно переводить деньги нормально из России за рубеж все равно. И поэтому этот арбитраж даже не работает. Я знаю многих банкиров, которые уже пробовали на этом зарабатывать, и в общем это не функционирует. А что вы думаете по поводу арбитража крипты? Потому что мне кажется, что почти все там резиденты Москва-Сити, которые там увлекались криптовалютой, сейчас этим занимаются. Ну, смотрите, если вы говорите про помощь выводить деньги за рубеж с помощью криптовалют, то это безусловно работает, это безусловно присутствует. И там это не арбитраж, это просто комиссионные услуги. Действительно, те, кто знает, как это делать, берут за это сколько-то процентов от объема и на этом зарабатывают. Но с другой стороны, во-первых, это не будет жить очень долго. Понятно, что как-то, так сказать, ситуация стабилизируется, и стабилизируются каналы, и произойдет консолидация в этих каналах, и крупные игроки это будут делать. С другой стороны, те деньги, которые таким образом вышли на Запад, например, ну, если это существенные деньги, то там начинается проблема с обоснованием, откуда они взялись. Значит, крипта стирает историю. И если вы хотите вывести не там 5 тысяч фунтов, например, на жизнь, а 500 тысяч фунтов и разместить в банке, то банк спросит, как вы заработали эти деньги, покажите, как они к вам пришли, а у вас происходит обрыв цепочки на криптовалюте, и вы ничего не сможете показать. Здесь проблема тоже есть. Плюс, конечно, это, ну, для того, кто это делает честно, это сейчас способ зарабатывать, а для того, кто пользуется услугами, это очень опасно, потому что там полно мошенников, разумеется. Когда вы приносите куда-то кэш, и вам говорят, вот вам зачисляется криптовалюта, да, это совершенно не значит, что она действительно зачислилась, и что потом ее действительно можно использовать. Там очень много сейчас разных махинаций с этим. Ну, как я понимаю, в основном, например, покупают валюту на московской бирже, и потом перепродают ее на какой-нибудь другой криптобирже с разницей в рубль в два, и на объеме человек может зарабатывать, ну, для кого-то небольшие, для кого-то и очень существенные деньги, десятки тысяч долларов. Вот сейчас это очень живо и работает, насколько я понимаю. Ну, наверняка, просто я не очень хорошо понимаю, какие биржи сейчас все еще работают в России, и как это функционирует. По большей части вот то, что я знаю про вывоз капитала, что все-таки это не биржа, а это частные транзакции, что биржи в основном россиянам ограничили размеры, возможности, да, прикрыли лимиты или совсем закрыли счета. И именно этим и вызваны арбитраж, да, потому что если ты не можешь свободно выйти на биржу и купить и продать, то ты вынужден по другим ценам делать сделки. Поэтому те, у кого есть ресурс, те, кто действительно может здесь, там, скажем, принять фиат, а там отдать фиат и пропустить это через крипту, ну, да, они на этом, конечно, зарабатывают. Не парцы. Хотел вас поинтересоваться, откуда вы черпаете информацию, какие источники смотрите, какой круг СМИ там формирует ваше мнение, что читаете? Ну, вы знаете, на этот вопрос практически невозможно ответить, потому что в современном мире абсолютно невозможно сказать, там, сказать, я читаю Таймс и узнаю оттуда все, да. У меня, ну, наверное, 30-40 телеграм-каналов, у меня подписка на, там, несколько десятков источников в Твиттере, там, не знаю, достаточно большой круг английских СМИ и плюс есть же и, так сказать, каналы и social media, вот, и американские, очень много американских различных источников, плюс, там, 5-6 think tanks, да, которые постоянно на экране, да, с тем, что они выдают, плюс, там, там, не знаю, Bloomberg, да, безусловно, да, как информационный источник никуда не девается, плюс у нас есть очень много специфических хабов распространения новостей на Западе, это просто платформы, которые формируют дайджесты, да, и у меня там несколько таких дайджестов идет в подписке, вот, я постоянно это вижу, да, там, не знаю, даже по России, да, ну, безусловный The Bell, конечно, да, да, конечно, Forbes, да, как я могу сказать, что-то другое, вот, и, в общем, даже ведомости, да, несмотря на то, что они очень лоялистские сейчас, тем не менее, я ведомости использую как канал информации тоже, потому что надо понимать, по крайней мере, как разрешено подавать информацию в данный момент, то есть, да, да, там, сегодняшняя возможность оставаться в курсе, это, ну, наверное, сотня разных источников одновременно. Может быть, посоветуете какие-нибудь книжки из тех, что последние прочитали, интересные, может быть, для нашей аудитории? Я, к сожалению, очень плохо помню авторов, я помню название книг, да, я вот могу сказать, что две последних книжки, которые мне кажутся очень актуальными сейчас, очень попали в момент, это, ну, Conspiracy Theorists, есть очень хорошая книга по Conspiracy Theorists, и вот не помню автора, к сожалению, да, это надо смотреть, и замечательная книга совершенно, вот только что я ее купил, я ее сейчас читаю, она называется Sleepwalkers, то есть, ходящие во сне, это очень большое исследование по тому, как начиналась Первая мировая война, почему, хотя никто из участвующих сторон не хотел войны, почему она началась? Мне кажется, сейчас она очень актуальна просто для понимания того, что происходит. Ну и последний мой вопрос, что делать молодым людям в России, которые привыкли к западным брендам, к западному такому большому влиянию, к открытому миру? Я на этот вопрос отвечаю очень просто, уезжать. Если у вас нет веских причин оставаться, не связанных с вашим будущим и с вашей жизнью, то уезжать. Мир огромный, в России всего, условно говоря, полтора-два процента населения живет, в России это те же полтора процента мирового ВВП, огромное количество стран живут значительно лучше, их экономика значительно лучше развита, их политика значительно последовательная, возможностей значительно больше. человек не крепостной, слава Богу уже давно все в развитом мире понимают, что там вот это «где родился, там и пригодился» это идиотская пословица, ты пригождаешься там, где ты нужен, а не там, где ты родился. И в этом смысле нужно просто, ну, как-то перестать быть христианами прошлого века в России, встать, подняться, поехать учиться, научиться, понять, что ты можешь делать в другом месте, выбрать, где ты хочешь жить. Это там Сингапур, Лондон, Майами или Буэнос-Айрес, да, и оставаться и жить. Я вижу огромное количество молодых людей, русскоговорящих в том же Лондоне, которые здесь отлично себя чувствуют, учатся, работают, остаются, создают бизнесы, идут на работу в корпорации. Очень хорошо. А если родину сильно любишь? А тогда не ко мне вопрос, да, это же я говорю, это не экономический вопрос, не связанный с тем, как где лучше жить. Если ты родину сильно любишь, ну, значит, так сказать, наверное, ты принимаешь решение как-то по-другому. Спасибо большое за это интервью, Андрей Андреевич уделил нам столько времени. Ну и как говорят в лучших лондонских гостиных, have a nice day. Друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарий и обязательно подписывайтесь на канал, это очень нас сегодня поддержит. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok TA